итак привет привет ребят всем ну собственно продолжаем проходить сайт истории некоторые и сегодня мы пройдем авторию посмотрим посмотрим что у нее будет происходить в основном сюжете она не участвовала что это по для фанатов скорее всего звезли так мы вчера прошли а просто восхитительную сюжетку элизы это было конечно топчик ну а сегодня погнали класс сейбер артуре и драгора вперед я там еще нажал не нюки или тут сайт истории до стоять нормал я остановлю эту войну это единственная причина по которой я сражаюсь среды на ютубе да будут будут у меня для нее тут есть костюм о вот и другое дело будет свободно более легко ладно бой первый уровень стоять давайте немного прокачаем так я чуть не понял нам тут сюжет что не завезли просто битвы будут если бы так было твой ютуб пихнули бы в этот free мод давайте прокачаем может часто там на боях будет что-то я без диалогов то умру же вы же сами знаете если я играю в игры в них нету диалогов то значит я в них не играю долго в скобках те кто не понял а нет все но и так это церковь скину кокосы кайдеска воображаемый мир на луне созданный духа скину кайдески мальдей ген салто синьпина корр хенкер это довольно любопытно это как если бы границы 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 сохраняют нечто прозрачное и тайное не ням и и и сама луна иначе бы нет не сама мун сел иначе это не сможет объяснить я думаю что эти земли похожи на то что есть на земле А сходство почти идеальное Сераф существует как свой мир собственный Поэтому эти земли действительно являются новыми землями Экстела у луны Моя роль здесь заключается не в том, чтобы сражаться за желание в войне Святого Грали Но чтобы защитить ее от агрессии и перекрестных конфликтов Выступать в качестве сдерживающего фактора Это отличается от обычной роли Но я рада, что в бою я выступаю в качестве защитника Да, я буду драться Так что эти земли смогут быть по-прежнему экстелой Я возьму на этот божественный меч в свои руки Как я это делал однажды Это моя роль Чтобы свидетельствовать изменения в мире И определить Являются ли они истинными и что им угрожает Сначала я должна найти причину операции Алтера Так, где начать? На передовой линии в боях Можно лишь предположить Да не, все нормально, все нормально Я ощущаю сражения недалеко Мне кажется, идет большая война Значит, им не пора Ой, господи, какая жена пафосная, как всегда Неро лучше Алтера, мне нужно собрать информацию о том Какой она героический дух Ну, удачи Интересно Этот раздражающий барьер Ну, я очень хорош в охоте на монстров Так что скажи свои молитвы Хорошая работа Пытаясь вести себя вот Вот так жестко Битва тут только началась Я не буду торопиться и убью тебя Хватит Если вы продолжите сражаться в серфе Я не буду Сохранить молчание Что? Что ты говоришь? А что ты говоришь? Если ты не забываешь, то я тебя не забываю Что? Ты думаешь, что у тебя есть право на голос После того, как ты так сильно опоздала, что ли? Или Прибыла последней Я тебя уберу, если будешь стоять у меня на пути Незнакомый класс Сейбер Ты угроза А, незнакомка класса Сейбер Ты угроза Готовься Ну я вам сейчас покажу Ну я вам сейчас покажу Вот это мощь против двух слуг Хе, фигня, сразимся Ха! 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 Такое, настолько дьяволское Что я сделал для того, чтобы заслужить это Хотя, ну ладно, я полагаю, я вмешалась в В директиву На цель программы атаки В директиву цели программы атаки Вот Но это же естественная натура войны же Как такова приемлема Блин, ну давайте больше другого интерактива Не обязательно ссориться за этого Ладно, честно говоря Я сделал это только потому, что Потому что, короче, ты Устремляясь вперед, ворвалась В сражении моих войск Рима Подожди секунду Неужели ты новый вассал Кастера? Нет, но ты же напал и на ее А генералов тоже Может ты просто прикидываешься Сейбер? Но на самом деле ты берсерк Ты ошибаешься Я не сторонник в этом конфликте Я только искореняю семень войны В почве этого мира В свою очередь спрошу у тебя Что заставило тебя использовать программы нападения Они представляют собой Очень опасное оружие И очень легко могут привести к Этой операции Ты ведь знаешь, что битва между слугами Это Серепое дело Разве ты Не задумывалась Насчет бедного Айи Которого просто будет там Мешать Ну Ну Что бы ответить на это Ну я нахожу силу регалии Довольно Приятной в использовании Особенно когда Армия Кланяется по моей команде Возможно я была не права Возможно Ты права Я заставила римских граждан Проходить через такую боль И спокойствие Спасибо тебе Синий берс Эээ нет Синяя сейбер Ты спасла мою душу И моих людей Покажи с тобой можно разумно говорить Ты мудра И добра Ну по крайней мере По стандартам В римской империи И твои слова были очень хорошо сказаны Кажется Тебе можно доверить Что бы ты защитил ассер Кстати Красная сейбер Я ищу причину этой операции Которая называется Алтера Ты не знаешь Где она Случайно Алтера Ты говоришь Нет Никогда не слышала это имя Хотя я слышал Некоторые истории Этого нового серфа Но теперь есть время Для долгого рассказа Конечно Слишком большим объемом информации Никто не может обладать слишком много информации Тогда выслушай меня Все началось С военной святого Граэля на луне Мой мастер Я Одержали победу И получили Подарок Ригарио 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 Ты говоришь И как я понимаю Это Сюжетка в стиле А что если бы тут пришла бы Артория И нагнула бы всех По сути Потому что она умеет Привет Привет Ребят Всем Кто-то пришел Ну окей Посмотрим Что дальше Так Какой там уровень нужен Для следующего задания Восьмой Десятый Валь Давайте сменим Костюм Для разнообразия Неплохо Неплохо Возьму еще пару Пусть будут Правда у меня в конечном итоге Все закончится Поэтому Слишком много использовать не стоит А в конце как с Элизой Не сомневаюсь В конце как с Элизой Не сомневаюсь Понятно Значит Алтера еще Не появилась Сэр Силы разрушения Еще не появились В данный момент Идет конфликт Только между Двумя слугами Которые Обладают Регалией Красная Сейбер И Собственно Голубая Кастер Я уже Уладила дела С бывшими Но Похоже мне придется Еще связаться С этой кастер Возможно Она сможет указать Мне путь К алтере Я должна сообщить ей О истинной угрозе Сэрфа Однако Я сама так мало знаю Об этой угрозе Это Аура Дьяволского зверя Который Который разорила Британскую землю Похоже на Плутоядное Существо Похоже Голубая Кастер Тоже является Какого-то рода Существом Антигероем Созданным Для уничтожения Ты не забавляешь Нас Девочка Думаешь Что знаешь Что мы являемся Антигероями Что-нибудь изменит Ты права Мы действительно Являемся Королевой Серфа И куда-то Насколько Яну Вазовай Той Обарим Си Лица Лица С белым Лицом Окей Мы Мучили Человечество На протяжении Тысячи лет Читоно Дори Нато Сиран Канжин Каттетон Мы не заботимся О принципах Человека Или рассуждении Человека Или Проклятие Человека Которые Орут В то время Как мы Доминируем Над их Землями Как мы Всегда И делаем И ты Лишь Одна Девушка С Красивым Мечом Как ты Вообще Надеешься Усмирить Такое Чудовище Если Ты Желаешь Драки Я Тебе Ее Устрою Хотя Разит Зло И я С радостью Освобожу Тебя От Твоей От Твоего Грязного И позорного Существования Ха Мы Хвалим Тебя За то Что Ты Пришла Сюда В столицу Тысячелетий Но Твоя Ошибка Была В том Что Ты Пришла В одиночку Мы Убьем Тебя Там Где Ты Сейчас Стоишь И Твою Голову Покажем Всем А Затем Проведем Твою Честь Да В твою Честь В честь Твоего Твоих Остатков Тела Скажем так Кусков По всему По всеми По всем По всей нашей Земле В качестве Свидетельства Нашего Гнева Короче Будет весело Я пришел сюда Что получить информацию Об Алтере Но От тебя Исходит запах Мана Я не могу Это так Я не могу На это просто так Закрыть глаза Ради серфа Я тебя вынесу Прямо тут Сейчас Причем тут серф Сэрф Вообще Я заставлю тебя Пожалеть о том Что ты Наставила клинок На меня Два против одного Но С чем бы я Раньше не сталкивалась Как раз Разберейся А С чем С чем С чем С чем Я С чем С чем Где-то С вами С чем С чем С чем С чем Ух, как же я вообще прикончу красиво, главное, чтобы одна из них один убегал, чтобы он там подошлся. Субтитры делал DimaTorzok 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 Так что вернем оригинальный Блин, ну реально она такая мощь, что блин, тут даже быстро слишком все заканчивается. Я хочу больше. Когда я скрещиваю клинок с тобой, я ощущаю твою истинную натуру. Я не могу увидеть людей насквозь, но я ощущаю щепотку твоей души. Я видела, как ты защищала своего мастера, даже в разгаре битвы, как хорошая жена. Возможно, я ошибалась. Я верю в то, что находится в твоем сердце. Это не зло или зверство. И серф в безопасности от тебя до тех пор, пока у тебя есть мастер, который желает этого. Сказал ли я правду, Кастер? Ух, ух, ух. Что это значит, что я не могу дать силу Регалии? Кастер, ну-у-у. Неро лучше, по-любому. Чтобы победить нас, даже когда у нас есть сила Регалии. Да, нам действительно не стоило ожидать Миши от знаменитого героя, ее божественного меча звезд. В нашем сердце бушует буря, но наши головы теперь принадлежат тебе. Возьми их и сделай все, что пожелаешь. Однако, мы просим вас, чтобы вы не раздавили это кольцо. Наш мастер безупречен. И у серфа нет других мастеров в данный момент. Я не намерен навредить кому-то. Кому неизвестно о невежественных поступках, я не причиню тебя. Что-то на зашел в последней мистику... Постриfectно о черновах. Не забывай. Твоё истинное... нет... Ваше истинное желание... не состоит в том, чтобы... переполнить... массу серфа. Не так ли? Это... Я просто хочу быть с моим супругом. Мунселя, у меня есть моё чувство. О, Господи. Я уже был опытом, но в таком случае, у меня есть моё чувство. Чувство интуиции, благодаря этой интуиции, я делаю этот выбор. Я... Я остановлю свой меч и пощежу тебя. Ты не угроза против серфа. Которую ты сама провозглашаешь. Я, как правило, не видела себя. И всё же, мой истинный противник, тот, кому принадлежит этот меч, остаётся неуловимым. Так, Гордон, а что случилось? Чё-то я не понял. Тут вроде бы какой-то тролль был, или это не тролль, а какая-то ашо, гудгейма, что ли? Я чуть не понял. О, Господи. О, Господи. Сколько пафоса. Шестнадцатый левер. Блин, стой. О, Блин. Снадцатый левер. Снадцатый левер. я чуть не понял что происходит ну вроде бы это будет последним дачу то мы довольно быстро пройдем алтера по мнению мунсел ты та кто стоит за надвигающейся катастрофой интересно где что может быть хоть я отправилась в дальние уголки серфа все еще не появилось или возможно причина в том что за твоими рассказами стоит нечто больше мои интуиция предупреждает меня о твоей силе но не о страхе или отвращение на самом деле твоей чистой цели даже можно склониться к ней в то же самое время как мне подсказывает моя интуиция есть нечто гораздо больше нечто ужасное рядом с тобой если бы я могла бы это описать это ненависть мира она завидует миру и издевается над всеми человеческими прогрессами какова сила этой операции я должна продолжать искать с открытыми глазами святой меч или нет она всего лишь еще один воин нет ни единого шанса что сейвер сможет достичь пещер в зерадар что она очень близко к цели ее интуиция делать ее угрозы на и санта не у нас че гайдар ее теориям несоответствует действительности я не просто издеваюсь над человечеством я презираю их до глубины души ну ладно, не важно она никогда не сможет понять меня не я ее не до тех пор пока святой меч стоит между нами ты последний бастион старых мифологий у тебя есть какая-то связь с белым титаном? ты сражалась с ним так много лет? какая бы ни была бы правда ты умрешь ты умрешь ты умрешь ты умрешь ты умрешь и я превращу тебя в ничего я похимичу с замклом времени и гарантирую тебе что твоя смерть будет неизбежна я призываю двух высших слуг я сокращу скрушу ваше духовное ядро вашу душу и даже ваш святой меч твой святой меч ладно а Гилгамеш Искандер ну шикарно это это Савант это слоги мы расскажем что я не 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 то ты скажешь нам свое имя то ты скажешь нам свое имя дурак не беспокойся об этом король завоевателей этот героический дух не похож на нас особенно на тебя кто наслаждается сражениями в в излоге нет не Сейбер не кастер ваш манера говорить показывает что вы не являетесь собственно слугами которые служат подначало ни Сейбер ни кастер вы слуги скорее всего алтера Если я не знаю, что вы, если вы вновь на Мунселл, то не будет. Если вы, если вы вновь на Мунселл, то вы должны быть вновь. им нужно преподать урок твой взгляд не выдает твою страсть отлично твоя решимость просто превосходно я почту твой запрос о сражении но это было предсказуемо сегодня ассо био цужин шуни мази вали по то и кандараса шутки были теряется по отношению к короля рыцарей неудобная компания не должна разрушить мою хорошую мораль ну что вперед а и а а а и и и и и и и и а а и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 информация. Если бы не пришлось бы самому делать догадки, в это было бы очень трудно поверить, но мне нравится думать, что она, скорее всего, тузит в каком-нибудь новом ресторанчике, жизнерадостно, наслаждаясь о жизни у гурмана. О, господи, ладно, ладно. Так вот заканчивается моя история, сэр-мастер. Архимед, что был, собственно, вдохновителем всего этого, был побежден. Но у таких злоумышленников всегда есть другие трюки в рукавах. Такие изверги часто возвращаются, когда от них это меньше всего ожидаешь. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны и не опускайте свою бдительность. Кроме того, я поговорил с Алтерой и считаю, что она очень нечестная и простая девушка, упрямая, но нужно восхищаться ее чистотой намерений. Возможно, вы пересек... Нет. Ваши пути пересекутся в будущем. Если так, пожалуйста, относитесь к ней с открытым... С добра. С добра. Больше чем божественный меч ей нужен компаньон, которому она сможет довериться. Оп, моя вторая порция пришла. О, это твои навыки готовки растут. И становится все лучше с каждым днем. Добрый лавочник. Этот хрустящий внешний слой это сочная свинина. Да хватит от жратвия уже, я жрать хочу на этой игре. Это сочная свинья переполнена вкусом в каждом кусочке. Это прекрасная жареная жареная Марсель. Так идеально подходит к рису. Сочная свинья опять же. Эбифрай это, да? Сочная свинья сочная 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 капуста и свежие креветки из новых океанских территорий. Да, эти очень хорошо прожаренные креветки. они такие хрустящие нежные и снова же так как идеально сочетается с рисом и жареная куречка изысканный вкус жаркого и холодного и конечно же каждый кусочек что я откусываю так изумительным с рисом. Да, это настоящее счастье. как же мне повезло что я пришла в сэр сначала я очень волновалась о каждом шаге в этом путешествии но все это уже далеко в прошлом лавочник я хочу заказать больше еды жареный микс приготовленный с дополнительным рисом и жаренными смесями короче и жареным всяким разным там вместе с рисом еще особый ланч также нужен с дополнительным рисом да все как я и планировал я считаю что однажды ее аппетит снова спасет сэр ну на этом все мы закончили эту сайт стоя до сэр по сэр к и сэр и сэр и сэр Продолжение следует...